Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Вековой юбилей героя. История жизни и секреты долголетия ветерана Великой Отечественной войны Владимира Бучика. Новый максимум прожиточного минимума. Кого коснется повышение оплаты труда с 1 июня. Новая скоростная дорога. Инвесторы готовы вложить деньги в уникальную магистраль «Тимрюк-Сочи». Почти 16 тысяч анапчан приняли участие в предварительном отборе кандидатов от партии «Единая Россия» к выборам в Госдуму, которые состоятся в сентябре текущего года. Голосование прошло в минувшее воскресенье. Единороссы говорят, что процедура поможет им выдвинуть наиболее достойных кандидатов. Голосование по партийному списку было рейтинговым. Можно было выбрать сразу несколько кандидатов. Пятерку возглавил председатель Краевого законодательного собрания Кубани Владимир Бекетов. За него проголосовали 77%. На втором месте заместитель Краевого исполкома Общероссийского народного фронта Наталья Костенко. На третьем – врач Краевой клинической больницы Владимир Парханов. В пятерке также депутат ЗАГС Собрания Александр Скоробогатько и олимпийский чемпион Алексей Воевода. Напомню, это выбор анапчан. На краевом уровне итоги планируют подвести к середине этой недели. Помимо этого, жители города-курорта могли определиться с кандидатом в депутаты Госдумы по одномандатному округу. 83% предпочли действующего парламентария Ивана Демченко. Ранее, в ходе встречи с будущими избирателями, он пообещал профинансировать реализацию ряда важных для Анапы проектов, а также более активно привлекать в город-курорт федеральные средства. Только федеральные деньги. Сегодня основная задача – это обеспечение социальной инфраструктуры на предшествующий сезон, ну вот на этот сезон, который будет, и на ближайшие три года. Не менее 10 миллиардов денег надо только воду и электроэнергию отдать. Не нарушил, не нарушил экологическую составляющую. В эти выходные в Благовещенске отпраздновал свое столетие ветеран Великой Отечественной войны Владимир Бучик. К нему в гости пришли и самые маленькие жители станицы и также представители власти. В этот день юбиляр получил поздравительную телеграмму от президента страны. Владимир Алексеевич – настоящий герой для жителей станицы Благовещенской и для всего города-курорта Анапа. Родился на Украине, в городе Кривой Рог. В Днепропетровске выучился на инженера. В 1940 году его призвали в армию лейтенанта. До самой победы служил в разведке. В разгар войны получил тяжелое ранение. В голове до сих пор остаются два осколка. Долгую трудную жизнь вы прошли. От главы города-курорта Анапы, от нашей администрации Благовещенского сельского округа. Поздравляю вас с юбилеем. Все у вас есть. Дети, внуки. Главное, чтобы у вас здоровье. Обычно людям говорят, дожить до 100 лет. Вы уже до 100 лет дожите. Уже прекрасный рубеж прошли. Поэтому живите долго, живите хорошо. У вас прекрасные родственники, у вас прекрасный сын, у вас прекрасная невестка. Значит, дай Бог вам здоровья, здоровья и здоровья. Соседи говорят, что Владимир Бучик – настоящая душа компании. Он ведет активный, здоровый образ жизни. Считает, что это одна из важных составляющих долголетия. Я занимался спортом и сейчас занимаюсь спортом дома. Утречком встаю и разминаюсь. Дальше не злоупотреблял спиртными напитками. Как что значит не злоупотреблял? Вообще не принимал. В поздравительной телеграмме от президента России говорится, что любовь юбиляра к родине, сопричастность к ее судьбе являются достойным примером для молодежи и для всех жителей нашей страны. Ветеранам вручили подарки от администрации города-курорта, городского совета, совета ветеранов и органов соцзащиты. В том числе одеяло, чтобы было тепло зимой, а чтобы летом не докучала жара, в его комнате уже установили кондиционер. В Краснодарском крае вырос прожиточный минимум. Теперь его величина для трудоспособного населения составляет 10 443 рубля. С 1 июня текущего года работодателям организации частных форм собственности необходимо установить минимальный размер оплаты труда работников не ниже этого показателя. Исключением являются организации, финансируемые из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Размер минимальной заработной платы исходит из расчета оплаты за труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда. В городе-курорте продолжается ремонт дорог в рамках подготовки к предстоящему курортному сезону. В эти выходные работы начались в станице Благовещенская. Новый асфальт появится на участках улицы Приморской и переулка Парковой. К этому моменту уже завершен ремонт покрытия на дамбе, которая ведет к пляжу. Аналогично в порядок приведут проблемные участки на улицах Восточной, Пограничной, Черноморской, а также переулке Парковом. В городской администрации отмечают, что в этом году дорогам в сельских населенных пунктах уделено особое внимание. Местные жители говорят, что на части улиц ремонт не делался со времен Советского Союза. Ожидаемая протяженность отремонтированных участков уличной дорожной сети составит более 10 километров. В перечень объектов уличной дорожной сети включены улицы и дороги только сельских населенных пунктов муниципального образования. 10 сельских округов и хутора Чембурка, среди которых такие социально значимые, как подъезд к хутору Усатого Балка, организация дублирующего объезда улицы Мира в станице Анапской, устройство тротуаров в Виноградном сельском округе, ремонт асфальтобетонного подъезда к фельдшерско-акушерскому пункту хутора Рассвет, укладка асфальтобетонного покрытия на части главной улицы поселка Пятихарки. В скором будущем будет решена и одна из проблем жителей станицы Анапская. На самом оживленном перекрестке у рынка Николаевский появится безопасный пешеходный переход. Несколько раз сроки по объективным причинам сдвигались. С какими сложностями столкнулись строители и какова окончательная дата сдачи объекта, выясняла наша съемочная группа. Строительство подземного пешеходного перехода в станице Анапская начали в конце февраля этого года. Завершить планировали к середине мая. Но в связи с трудностями, которые встретили строители на своем пути, сроки сдачи были отложены. Первая сложность – подземные воды. Специально для откачки было задействовано спецоборудование, которое привезли из Адлера. Мощнейшие промышленные насосы откачивали воду в течение нескольких дней. Кроме этого, стенки котлована пришлось укреплять. Строители применили технологию, которую используют при строительстве Керчатского моста. На данный момент основной тоннель перехода уже установлен. Идет монтаж лестничных пролетов, выходов и отсыпка дорожного полотна под дорогу. Я от имени всех строителей прошу у жителей города и отдыхающих прощения за то, что мы несколько затянули сдачу этого объекта. Но тут целый ряд объективных причин, которые не дают нам сделать его вовремя. Но, тем не менее, сегодня строительство вошло в свою завершающую стадию. Самые ответственные моменты мы уже выполнили. Переход является серьезным инженерным сооружением. Там предусмотрено и серьезное водоотведение, водопонижение. Кроме того, предусмотрено для людей с ограниченными физическими возможностями лифт, подогрев ступеней, чтобы не было замерзания ступеней зимой. То есть это серьезное такое сооружение, которое, во-первых, необходимо, чтобы было безопасно для людей. Все основные работы планируется завершить к 10 июня. К этому времени появится новое дорожное полотно и открыто дорожное движение. Сам переход планируется открыть позже. После завершения основных работ внутри будет проведена косметическая отделка. Вдоль Черноморского побережья планируют построить платную магистраль. Этот объект, который предлагают возводить с помощью частных инвестиций, должен решить проблему загруженности дорог региона. По итогу прошлого года Кубань приняла более 14 миллионов туристов. Ожидается, что в этом году показатель возрастет. Традиционный наибольший туристический поток приходится на летние месяцы. Нагрузка на дороги вдоль побережья увеличивается значительно. Дублер этих дорог, по мнению властей, мог бы стать решением проблемы. По мнению губернатора края Вениамина Кондратьева, цитирую, «Это должна быть скоростная трасса, возможно, даже платная, потому что останется в качестве альтернативы бесплатная дорога, существующая сегодня. Первым этапом мы могли бы сделать дорогу из Сочи до Темрюка и дальше по побережью», отметила глава региона. Горячую линию по качеству детских игрушек и одежды организовал Роспотребнадзор в эти дни. До 5 июня граждане могут обращаться по вопросам безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, а также действующих нормативно-гигиенических требований к этой категории товаров. Информацию можно получить в консультационных пунктах для потребителей при Центре гигиены и эпидемиологии или по телефону в Краснодаре 226 40 74. На минувших выходных в Анапе прошла всероссийская культурная акция «Ночь музеев», которая традиционно называлась «Улыбка к Лео». Все желающие на большом экскурсионном часе получили уникальную возможность услышать увлекательные истории о городе мертвых, о знаменитом аганистическом каталоге и многом другом. Одновременно с экскурсиями начал свою работу и археологический парк «Гераклов узел». Кроме того, спектакли, выступления творческих коллективов, литературная беседка. На мероприятии каждый смог найти себе занятие по душе. По сообщению Кубаниэнерго, завтра, 24 мая, в связи с проведением ремонтных работ, с 13 до 17 часов будет частично прервано электроснабжение в Гастагаевской. Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчера Анапского РЭС 542 22 или по телефону горячей линии 8 800 115 52. Генеральный партнер программы «Новости» Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты, срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.